Дорогие юноши и девушки, из нашей церкви и молодые гости нашей общины. Сегодня я хочу вдохновить вас. На этом месте мы служим Богу и проповедуем только Господа Иисуса из Святой Библии. Библия открывает Господа Христа, который является путем истины нашей жизни. Сегодня авторитетные источники стат данных осведомляют нас, что 52% христианского населения верят в то, что противоречит Библии. Положа руку на сердце, я признаюсь, не знаю, насколько точны эти сведения, и не в этом суть. Знаете, что в настоящее время и с этого места мы возвещаем то, что Владыка, Иисус Христос, это единственный путь к Небесному Отцу. Иисус — это единственный путь в рай. Иисус — это единственный спаситель души и Господин нашей жизни, и Он же единый даритель вечной жизни. Без Иисуса у нас нет вечной жизни. Иисус не только религиозный учитель, но Он Сам Господь Бог, оставивший великолепие Своей славы и вочеловечившийся для того, чтобы спасти всех людей — взрослых, детей и стариков. Так к нам приходит вечная жизнь, и Писание говорит, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Поэтому сегодня опорным текстом для служения, указывая путь, будет отрывок из второго послания к Коринфянам. И мы изучим четвертую главу. Апостол Павел пишет о общине святых. «Бог век из сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Потому что мы с вами не себя проповедуем, но Иисуса Христа, нашего Господа. А мы — рабы ваши для нашего Спасителя Иисуса». Изучайте историю церкви. Мне эта дисциплина нравится, потому что она оказала воздействие на мои проповеди. Изучайте историю нашей церкви, потому что благодаря ей Майкл Юсеф узнал то, что эти две тысячи лет Бог призывает каждое поколение. Он призывает взрослых людей, пожилых и детей встать за истину и противостать духу этого века. Нужно противостать тем, кто ослабляет, модернизирует Евангелие Иисуса Христа или поступается им. Нужно противостать тем, кто отвергает силу Евангелия Иисуса Христа и желает переписать благовестие. Они осовременивают весть, чтобы ассимилироваться и стать своими в обществе. Нужно противостать тем, кто рисует искаженные образы Иисуса, чтобы грешные люди приняли эту ложь и не покаялись. И тем, кто замалчивает о кресте Иисуса, Мессии, и пытается не говорить о могучем льве из племени Иуды. Не верьте тем ребятам, кто учит так. Верь Господу Богу, кайся и, возможно, ты спасешься. Нет и еще раз нет. Бог призвал меня, общину и наши служения, и другие служения, выросшие из этой церкви. Он призвал нас быть верными, проповеди истины, чтобы люди принимали обдуманное решение о Господе Боге. Мы не заставляем их верить в Творца всего, ведь Бог дал нам свободу выбора. Те, кто принимает Иисуса Христа Господом и Спасителем, принимает прощение своих грехов, счастья и мир, вечности небеса со всемогущим Богом. А те, кто отвергает Иисуса Христа как единственного Господа и Спасителя, те будут вечно мучиться в аду, а в аду только мучения и боль. Послушайте меня. Бог зовет нас встать твердо и непоколебимо. Он зовет встать и сказать вместе с Павлом, мы проповедуем не себя, но Христа, и мы ваши слуги ради Иисуса. Мы не проповедуем свои идеи, которые сделали бы нас популярными в обществе, и не создаем совершенно новый образ нашего Мессии Иисуса. Один пастор призвал создать такой образ. Мы не проповедуем жизнь во грехе и погружение в болото рабства греху. А также мы с вами не пропагандируем сексуальную революцию. Мы не проповедуем уступки и соглашательства. Нет, и еще раз нет. Мы проповедуем только Иисуса Христа. Можно рассуждать и дальше, но я не буду. Я считаю самым печальным явлением то, что многие протестантские проповедники воскрешают старые ереси и говорят о них, преподнося их в современные обертки и выдают их за истину. Но, когда я слышу ереси, я вспоминаю слова доктора Крисвелла из Баптистской церкви Далласа. Когда он слышал лжеучения, он говорил, «Маскировка скунсу не поможет». Возлюбленные, Павел писал, что мы знаем о сатанинских кознях, и поэтому будьте начеку и предельно бдительны именно в этот момент современной истории. Будьте проницательны в этот момент современной истории. Когда ранее церковь говорила, «Мы проповедуем только Христа», их сжигали заживо, их окунали в кипящую смолу и бросали к голодным львам. Церковь исполняла свою цель, ибо проповедовала только Христа. Римская империя всегда принимала новых богов, и христиане могли бы стать своими для державы. Но христиане говорили, «Только Христос есть Бог». Их бросали в кипящую смолу. Наступило Средневековье. Суеверие вместе с колдовством парализовали церковь Иисуса Христа. Но Бог поднял реформаторов, которые читали Писание и возглашали, «Только Христос». Спастись можно только веруя в Иисуса. 300 лет назад восстало лжеучение о том, что Бог не может обратить нас к себе, но мы каимся сами. Но добрый, благочестивый проповедник Джордж Уитфилд противостал этой неправильной доктрине. Мы проповедуем Христа, который спасает от самых страшных грехов. Сейчас универсалисты учат, что Христос — это идеальный человек, и что мы станем, как Иисус, если достигнем высшего Я. Саентологи учат, что мы можем выжить и жить вечно. Но без Спасителя Иисуса этого невозможно. Астрологи учат, что год рождения определит твою судьбу. Кто-то верит в перевоплощение душ, и что очередная реинкарнация — это возмездие за твою прошлую жизнь. Библия говорит, что это самая страшная ошибка, потому что на самом деле Иисус Христос заплатил за все мои грехи и выкупил меня навеки. Библия ясно учит, что реинкарнация — это ложь, и Писание свидетельствует, и как человекам, пожилым, взрослым и всем детям нужно однажды умереть, а потом наступит Божий суд, движение за развитие потенциала человека. Говорило, что мы сами создаем самосознание, и сколько людей они ввели в трясину обмана. Есть много так называемых евангельских проповедников, которые настоятельно рекомендуют слушателям библейские тексты «Сродни шведскому столу». Подходи, выбирай и накладывай. Принимай то, что нравится, и отставляй в сторонку то, что претит. А вот то, что тебе придется по вкусу. По моему личному мнению, это распространенное лжеучение принесло наибольший ущерб и сильно ослабило Церковь Иисуса Христа. Оно навело туман на учение о Благой Весте, отвратило людей от голоса Мессии и повело их по пути к вечной погибели. Вот почему в наши дни мы должны постоянно проповедовать библейского Иисуса Христа. Христос — это Бог от Бога, Бог силы и могущества, и только Он может навсегда простить нам наши грехи и разбить оковы нечестия, и кто может вернуть всем людям планеты божественное здравомыслие. Только Он силен выпустить пленных на свободу и разорвать цепи и кандалы зависимости. Только Господь Бог будет однажды судить живых и мертвых. Только Всевышний Бог будет единственным верховным правителем Вселенной пред лицом нашим. Дорогие мои друзья, только перед всемогущим и всесильным Владыкой Богом склоняться к коленям белых, коричневых, желтых и черных людей. Каждое колено, преклониться и всякий язык признает, что Иисус Христос — это Господь, во славу Бога Отца. Говори о Христе, который есть образ незримого Бога. А мы являемся вашими слугами ради Него. Мы проповедуем только Христа, обещанного Отцом в книге Бытие. Мы проповедуем только Христа, рожденного от Девы Марии. Мы проповедуем Христа, врачевателя, воскресителя, целителя и освободителя. Мы возвещаем Христа, распятого на Голгофе. Иисус был погребен, но слава Господу, что на третий день после смерти Он воскрес из мертвых, и теперь наш Создатель и Спаситель никогда не умрет. Лишь Христос, проповедуемый нами, обещает людям вечную жизнь с Господом. Друзья, только Мессия Иисус прощает таких грешников, как я и вы. Мы проповедуем только Христа, вознесшегося в небо. И даже если кажется, что весь мир рушится и погибает, у нашего суверенного правителя Иисуса, восседающего над Вселенной, все под контролем. Однажды Он вернется и будет править и царить пред лицом нашим. Мы проповедуем только Христа, который родился в яслях. Когда Он вернется, то будет править железным скипетром. Мы проповедуем только Христа, который сотворил Вселенную для Себя. Но наш благодетель оставил небеса и сошел на землю. Во Второе пришествие мы узрим Его в силе и славе великой. Мы проповедуем только Христа. Он был беспомощен на кресте, но Он вернется и воссядет на троне Бога. Мы проповедуем только Христа, который стал агнцем Бога и берет грехи всех, кто верит в Него, и Он вернется, как грозный лев из племени Иудея. Говори о Нем, а не о себе. Печально, когда проповедуют себя. Это трагедия. Мы не проповедуем психологию, хотя она может помочь. И не рекламируя мучения «Помоги себе сам», которое поможет лишь на время. Нет, мы проповедуем только о том, кто действительно может оказать поддержку и все изменить. Мои дорогие братья и сестры, важно отметить следующее. Многие из вас не удивятся, когда услышат о том, что я сейчас расскажу о собственной семье. Я всего лишь навсего простой смертный, я очень далек от совершенства. Я знаю это и плачу о своем грехе, каюсь в нем и не замалчиваю его. Я не пытаюсь его оправдать, не выдумываю причину, которую я пущу, как обвинение других в моем грехе. Ибо я знаю, мой грех пригвоздил Иисуса ко кресту, мой грех держал Иисуса на кресте, покуда Он не искупил меня. Любимые, вот азы нашей веры. Бог не ищет совершенных, но ищет несовершенных, чтобы сделать их совершенными. Это все, что Бог ждет от любящих Его, для того, чтобы грешники приняли Иисуса Христа. Торговцы поддельной вестью снижают планку праведности и стандарты святости и агитируют людей прийти к Богу, не раскаившись и не уверовав. Это самый страшный грех человеков. Не призывая людей признать Его Господом, они рисуют неверный образ Иисуса Христа и тем самым совершают худший грех. Вспомним Павла, потому что мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, а Он есть образ незримого Бога. Иисус не основывал новую религию, о чем твердят многие горе-проповедники. Но Он Бог-творец, ставший человеком. Есть новая идея, которую продвигают с кафедры. Иисус — это один из путей, одна из жизней и одна из истин. Он — единый путь, истина и единый податель вечной жизни. А то, что о Христе утверждают другие, говоря, что абсолютно все люди в конце концов окажутся в раю, это ложь из самого ада. Это басня и сказка. Многие уже обмануты. Когда Иисус говорит, что к Отцу люди могут прийти только через Него, значит, Иисус Христос говорит истинную правду. Это и Его слова. Поэтому Иисус — это центральная личность и фигура Святой Библии от бытия до откровения. И вот тут начинается самое интересное. Сам Бог-Отец дал обещание о приходе помазанника Христа Адаму и Еве в Эдемском саду. Уважаемые зрители и прихожане нашей общины. Стоит отметить одну интересную особенность. В общей сложности Библию создавали примерно две тысячи лет. Ее авторы имели разные профессии, и у каждого своя судьба. Это были люди, которые написали «Святую историю от бытия до откровения». Эта святая книга есть непогрешимое Слово Бога, и все ее авторы писали об одном, потому что все они были вдохновлены Святым Духом. Поэтому Иисус — это центральная личность и фигура Святой Библии от бытия до откровения, ведь Он есть начало и конец. Он есть Альфа и Омега. И Он — участник истории и единственное откровение Господа Бога. Иисус — исключительное откровение Господа Бога. Если Бог возродил тебя и открыл глаза, то ты увидишь Иисуса во всех книгах Святой Библии. Открой Писание и увидишь в Нем Христа. В бытии Он есть семя жены, приход которого наш Бог-Отец обещал Адаму и Еве. В Исходе Он — пасхальный агнец, а в Левите — первосвященник. В числах Он — наша скала. Во второзаконии Иисус — пророк. Во Иисусе на вине — архистратик Бога воинств. В Судии Христос — создатель и главный судья. В книге Руфь Он — небесный родич, выкупщик. В четырех книгах царств Христос — помазанник. Царь царей и Господь господствующих. В летописях Он — слава Господня во храме. А в Ездре Он — учитель с небес. В Неемии Он — восстановитель жизней. В Исфире Он — защитник своего народа. В Иуве Он — единственный утешитель во время скорби. В Псалмах Он — наш добрый пастух. А в притчах Он есть мудрость Божия. В Экклесиасте Он — проповедник царства Бога. В Песне Песней Иисус Христос — грядущий жених своей невесты церкви. В Исаии Он — могучий Бог, вечный Отец, князь мира. У Иеремии Он — гончар, который лепит амфору нашей судьбы по образу и подобию Господа. В плаче Иеремии Он — рыдающий пророк. У Иезекииля Он — опора и основа всего. В Даниила Он — сын человеческий, что грядет на облаках славы. И четвертая личность — в огненной печи. В Осии Он — любовь Бога к отступнику. В Иаиле Он — крещение Святым Духом. В Амосе Он — автор суда и милости. В Авдии — Христос — Бог мщения. В Ионе Он — спасение нашего Господа. В Михее — Иисус — великий заступник. Наум — бастион в день беды. Аввакум — Бог милосердный. Сафония — Христос — образователь царства Бога на всей земле. Агей — желаемый всеми народами. Захария — ветвь Бога Яхве. А в последней книге Ветхого Завета Малахии Он — очищающий огонь и восстающая над миром светила правды, в лучах которого исцеление. Эти авторы более двух тысяч лет объявляли о пришествии нашего устроителя и императора всей Вселенной. Посмотрите на все эти отличительные черты Христа, когда Он приходит к Своему народу. Многие не поверили в Него, потому что они хотели Мессию по их образу. Мы хотим Мессию, Который будет соглашаться с нами. Однажды кто-то обронил фразу, ставшую потом крылатой. Бог создал человека по Своему образу, а потом человек придумал Бога по образу Своему. Будьте непоколебимы, когда дело касается истинной Евангелия. Когда наш Господь Иисус Христос явил Себя миру, то Он сказал им, «Прежде нежели был Авраам, я есть». Эти слова бросили тех евреев в дрожь и напомнили о том, что перед ними тот самый Бог, явивший Себя Моисею в неопалимой купине. Что сказать им о том, кто отправил Меня? Скажи, Меня отправил я есть. Когда Иисус сказал «я есть», они должны были соскочить и приветствовать Его как Мессию, но этого не произошло. Поэтому в Новом Завете не символизм, а простое и понятное изложение истории спасения. В Матфея мы видим, что Он Мессия Царя. Марк — Он чудотворец. Лука — Он великий врач. Иоанн — Он агнец Бога, что берет на Себя грех мира. В Деяниях Он — воскресший Господь. В Римлянам — Он наше оправдание. В Коринфянам — Он освящение. В Галатам — Он освобождение. В Ефесиным — Он наше совершенство. В Филипийцам — Он наша радость. В Колоссинам — Он глава тела церкви. В Фессалоникийцам — Он грядый Господь, что царствует вовек. В Тимофея — Он судья всех людей. В Титу — Он искупитель мира. Филимону — Иисус, твой друг, чья любовь крепче братской. В Евреям — Он тот, в ком источник и завершение спасения. В Иакова — Он целитель всех народов. В Петра — Он архипастырь и епископ душ. В посланиях апостолов. Иоанн — Он Слово Божие. Иуды — Он господин, что идет с мириадами своих святых для того, чтобы совершить суд на земле. В Откровении Он — Альфа и Омега, начало и конец, лев из колена Иуды, корень Иисея и Давида, ягненок Бога. Он — Божий глагол, царь царей и Господь господствующих. Мы проповедуем Христа, и мы рабы ваши ради Господа и Иисуса Христа. Если вы слушатель в зале или один из миллионов телезрителей, которые смотрят данный канал, то мы радуемся и благодарим Бога за всех наших зрителей. Вы смотрите нас в Саудовской Аравии, странах Персидского залива, Египта, Ливана и Сирии. Приветствуем вас, благодарим Бога за вас и радуемся, что вы смотрите нас, и при этом я хочу сказать, если вы не склоняли колени перед Иисусом, то сегодня наступило время для этого. Если вы никогда не признавались Ему в своих грехах и не принимали Его дар прощения вместе с внутренним миром и покоем, который исходит свыше, то откройте сердце для Бога и поверьте, что Он сделает это сейчас. Если вы не познали любовь и милость Господа Иисуса Христа, то сделайте это сейчас. Признайтесь Богу в грехах и раскаетесь. Примите Его приглашение любви. Бог любит тебя. Мое сердце разбито, потому что я два года благовествовал своему соседу. Он сказал, что не может принять его. При случае я всегда говорил ему о Господе, и три недели назад меня известили о том, что моего бедного соседа хватил удар. Он моложе меня. Он не выздоровел и умер на той неделе. Возлюбленные слушатели, я не хочу, чтобы эта проповедь стала свидетельницей против вас в последний судный день. Сейчас у вас появилась возможность принятия Иисуса Богом. Не сомневайтесь, что Он любит вас. Он оставил славу небес. Сошел сюда и умер за вас, чтобы заплатить за ваши и мои грехи и за их последствия. Примите Его. Примите Его любовь. Склоните голову и молитесь. Склоните голову и закройте глаза. Дорогие слушатели, если Святой Дух сказал вам, прими Иисуса, то признайтесь Богу, что вы грешник, и примите Его Господом и Спасителем. «Встаньте, я помолюсь с вами и за вас». Возможно, вы смотрите нас по телевизору или находитесь в этом зале. «Пожалуйста, встаньте». Иисус сказал, «Тот, кто постыдится Меня пред людьми, того и Я постыжусь в тот день». Иисус Христос сказал, «Я почту тех, кто чтит Меня». Если Бог говорит с вами и коснулся вашего сердца, то встаньте, и я кратенько помолюсь с вами. Послушайте Меня внимательно. Сегодня день спасения. В этот час у вас есть возможность, которой потом может и не быть. Это ваш шанс. Ведь Бог привел вас сюда с определенной целью, и Создатель хочет рассказать, как сильно Он вас любит». Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед. С доктором Майклом Юсефом. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.